это журнал у тебя на столе лежал да да я его потерял даже потеряла я взял стал считать написано вестник барнаульской епархии номер 4 апрель 2013 год я не знаю видно будет или не видно поближе вот хорошо так это сделано страница 12 и 13 я считаю пишут про человека которого я очень хорошо знаю и думаю вот она пишет что она умерла сейчас она была схема нахине там то другое а она в церковь пришла через меня в моем доме ну хочешь не хочешь это переломный момент но хотя пару слов можно было сказать мне это не надо но дело в том что вот эта хитрость вот это недоброжелательное отношение но здесь видно отец геннадий никогда не выступит вас чтобы не рассказать как он у меня обратился когда я работал красил он везу ставил банку держал а я на лестнице красил там а он все это слышал и вот дальше она говорит как родилась шишкина раиса владимировна вот она 1924 году родила вот отсюда начни читать я себе хотел сказать когда я обратился получил евангелие среди 50 ников я нигде не умолчал поехал на там молился и все так это баптисты я от них получил у меня благодарность и всю жизнь я за них молюсь по сегодняшний день здесь ничего этого нету мне не надо но дело в том что у львова понятно ну а где ты вот была она такая была в подпольщиках то другое дальше начинается в 1981 году она переезжает со своей мамой в барнаул зачем вопрос были в садахстане подпольная эпоха истинно православные христиане она приезжает ни слова работа техничка на заводе уборку сделаю и иду в покровский собор читать и петь на клиросе хотя и не любили церковь они не ходили это сергианство предательство ну тихоновцы они близко к храму не подходили и вдруг она такой была и сейчас уже она покровском соборе ну тут если человек нормальный считает он скажет а как она могла туда туда попасть то она в моем доме обратилась их 32 человека пришли покаялись и дальше хотя и плохо пою но люблю службы два года по благословению благочинного отца николая ездила по воскресным дням я их привел к отцу николаю они там поговорили потом поехали кажется новосибирске я их представил епископу архиепископ был гидеон до кухен их утвердили в том звании которое они были монашесто принято это другое а нам вдруг отцу николаеву так он бы тебя разговаривать не стал а ты бы не пришла праздником и великий пост в тольменку вот а в тольменке как раз толстого там жили мария иван и мария иван мы у них как раз и собирались позже напишет об этом времени матушка в покровском соборе помнят что она не умела держать зла бывало вспыхнет но отходит быстро ее голубые глаза вновь с любовью и вниманием глядят на собеседника в знаменском женском монастыре матушка прожила два года в апреле 1996 года ныне покойный епископ антони назначает монахиню варвару настоятельницей ксении покровского женского монастыря ну массинь был здесь такой епископ вот значит он ее назначает она не была первой настоятельницей монастыря но смогла с божьей помощью более десяти лет управлять обителью это поверьте очень много значит в те годы денег на строительство монастыря не хватало многие горожане ярового и славгорода помнят монахиню варвару как она с кружки для пожертвования шла по рынку и пила духовные песнопения стуча в сердца людей деньги собирала на монастырь много встречалось и бытовых трудностей даже воды для полива огорода и деревьев не было соседи не давали сестрам приходилось носить воду из колонки через две улицы но все постепенно менялась из сельского клуба возник храм со звонницей есть и святыни в храме ксения покровского женского монастыря имеются частички святых мощей святителя иоанна тобольского тут у вас подчеркнуто да 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 щипали тут а со всех со всех преподобного серафима саровского преподобного селастина карагандинского преподобного амвросия оптинского и почти всех оптинских старцев святых веленских мучеников антония и иоанна евстафия преподобного феодора томского преподобного феодора санаскарского священномученика фаддея собраны благодаря монахини варваре и ремонаху порфирию служившим в обители с сентября 1996 года до марта 2006 года вместо жилого вагончика сейчас стоит монашеский келейный корпус благоустроена и территории обители настоятельница по матерински заботилась о сестрах одевала обувала учила молиться петь на клиросе читать по церковно-славянски готовила постригу учила быть воинами христовыми подавая пример собранности при испытаниях все в этом да нет еще есть еще за этим дальше уже не идти за красным матушка абсолютно естественно ощущала себя в монастыре безраздельной хозяйкой поставлены на это послушание царицы небесной и святой блаженной ксении она любила дарить подарки принимать паломников петь духовные песнопения псалмы как она их называла но характер у нее был твердый сильная личность как любит сейчас говорить не церемонилась и в выражениях называя вещи своими именами не терпя расхлябанности и небрежности матушка прекрасно понимал что ее сестрам нужно умножение веры любви и терпения ну понятно вот и у меня сразу заинтересовало как всегда они не договаривают а вот эта книга покажи ее там такой вот поверни разными сторонами вот так теперь поверни так чтобы видно было вот так и вот эта книга из документов состоит вот отсюда карандашом пометил дальше начинаю читать об ней говорится в книге из 32 свидетелей никто не показал что я брал с них более номинальной стоимости закатушки то есть это у меня когда судили то у меня было 32 свидетеля на суде который ни один не показал что я с кого-то счета брал лишнее а именно стоимость чистой пленки я даю обратно записанную и только часть пленок последнее время была взята по округленной стоимости если я привозил их за свой счет они стоили 5 рублей 80 копеек то после записи на них звучание 8 часов 20 минут она продавалась за 6 рублей за 6 рублей а и привозили это моя стоимость а куда из эстонии ясно дело что и вот такую в кавычках прибыль оценили в 200 рублей за 8 лет 200 рублей за 8 лет а дальше а лично мой расход составил за то же время 13 тысяч рублей это по тем деньгам это 86 год и более того было роздано бесплатно для нуждающихся магитофоны покупали бесплатно бабушкам дарили и пленки дарили это все брали на себя и только один человек сказал что я брал с людей десятину десятую часть их доходов и тратил на себя вот один человек только из 32 это сказала шишкина р раиса владимировна вот это она вот который сейчас считали вот этот момент у них промежуток нигде нету как она пришла как познакомились мы какие были близки она вхожая помоги квартиру достать и она была в одном бараке к ней провели провода я включаю у нее радио говорила насчитанный златоуз жития святых раньше она показала так брал за гос стоимость чистой ленты за запись меня лапки ничего не брал вопрос а теперь вопрос следователь задает ей отдавали ли десятину десятую часть ответ да один раз один раз вопрос что вы можете сказать об уплате лапкину десятой доли дохода другими людьми вот это статья такая по денежно на то статья не доказана и ее на суде не вытащили то есть замуровали как будто и не было и она под побудила на это а дальше развивается ее биографии где она была раньше сейчас сильное подозрение что она выдала того кто у них был руководитель его там замучили он погиб поминка ответ думаю что и другие платили хотя она не да она думает а зачем следователь это записывать хотя конкретных фактов об этом не могу показать а если бы знала так как не знаю их их жалко что не знают это первый раз следователь вышел на все лепит но не знаю я бы сказал но не знаю слышать то я слышала а вспомнить не могу даже слышала исследователь это знает что ты слышала нет она все это лепила и лепила а вот здесь пишут совершенно другой образ ее но он не только просил это было бы мягко сказано он ведь ведь такой навязчивый не отстанет на своей рукой написала у следователя просчитано написано верно то другое я сижу в тюрьме она в это время дает такие показания вот определи ее какая она в то время я еще недостаточно разбиралась в лапкине и подошла и пошла у него на поводу видишь как она говорит как мирской человек на поводу а я ее принял приезжие ночевать негде было помог работу устроить ее квартиру это вообще высказать нельзя уголь там что где достать это ну куда на женщина а я имел доступ подошли я работал на стройке в конце 82 года я принесла ему 100 рублей предполагала что у них на церковь а получилось видно наоборот вот то есть она не знает куда деньги ушли 100 рублей брал не брал она все это кто есть нерасположенность он лапкин пускал эти деньги на свои занятия пленками магнитофонами так я же себе как раз пленки то и давал и другим а на что я пустил бы вот она это говорит не то что она написана твердая там умная это так и есть но из этого теперь легко сделать вывод как у них там в прежнем месте как это было кто их выдал когда я передавала деньги жена лапкина была дома она видела как я передавала деньги исследователь сразу запечатал и все поэты теперь 32 человека по всей стране стали расспрашивать брал деньги или не брал то есть она меня загнала оттуда вторую статью но нигде никто не показал 32 человека года нет он бесплатно давал там все бесплатно вопрос лапкин угрожал чей нибудь вышка это чисто такой уже вопрос жесткий угрожал не дашь деньги значит еще то будет тебя упрашивая ли как вы говорите требовать десятину в том случае если вы не отдать не отдадите ее ответ нет он или его жена ничем не угрожали если я буду против десятины с моих слов записано верно мной прочитано вот все то есть все это уже показания но все показали это фальшь это обман нигде ничего не было у 32 и 1 а я среди свидетель то не я подбирала у меня 12 кандидатов наук было задействовано 12 кандидатов бумажку надо еще показания записала своей рукой красивым легко читаемым почерком мне четыре класса кажется образование она печатная когда реставрировал книги мне нужно было дописать страниц нет в библии то она это написал это такая библия стального цвета я тотчас же потребовал единственную очную встречу встреча состоялась в тюрьме вот я сказал следователю требуем встречу он обязан устроить иначе это лжесвидетельство и вот она пришла меня вызвали из камеры говорится приволокли туда и она сидит сразу сказал рая рая помни что все будем помирать ложь тебе будет препятствия на мутарствах вот я создал слова какие что но тут следовать так и взвился 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 перестаньте угрожать я сказала суде божьем рая еще не разговаривали сейчас ты будешь отвечать на вопросы следователя по ним будет судья меня судить как он это вы что и угрожаете дальше значит верующий следователь я говорю значит верующий следователь верит боится суда божия так я понял и не ошибся вопрос к лапкину каковы ваши отношения с шишкиной следователь мне за и он все записывает ответ отношения часто очень натянутые шишкина лапкин говорил что надо посылать десятину на помощь церкви эту помощь на церковь я понимал не только буквально что на помощь церкви но и на помощь траждущим вот еще тут ощущала правильно правильно другой она не могла сказать она у меня пила и ела лапкин не говорил что именно ему я должна отдавать деньги всем говорю десятину обязана платить где-то плати ну что плати вот у нас женщина она была ушла там георгию титову ну пробыла на двадцать лишним года у них а потом к нам опять решила вернуться я сразу спросили раиса николаевна ты там платила десятину нет а это говорит меня обкрадывайте господь говорит принять тебя не можем пока ты не оплатишь так где я возьму да у меня пенсия так сколько у тебя пенсия она говорит давай за 20 года посчитали я свою пенсию отдал за три месяца и сказал отнесите и заплатите заплатите тогда мы тебя примем я свои деньги за нее плачу десятину какое ко мне еще претензии какие я понимала так что я не должна а могу отдавать деньги ему а то большая разница чтобы он передал их нуждающимся бишь я не знаю на магнитные записи или потратил я не подумала бы что лапкин обманул меня вот тут совсем по-другому дальше что лапкин каждый жертвующий должен сам направлять средства на помощь людям вопрос шишкиной вы могли бы подумать что лапкин мог обмануть и деньги пошли не на нужду нуждающихся прямо подкапывает под меня статью ответ нет я не могу допустить что лапкин меня может обмануть то есть я молился в это время и господь через нее стал отвечать следователю и мою десятину пустить не на помощь нуждающимся а на другие дела и снова как говорится сдохла собака это я уже добавляю это статья отмерла и суду осталось только доказать что я верил в то во что никогда не верил то есть доказать что я что я знал точно что раскулачивания не было гонений на верующих не было расстрелянных не было то есть это заведомо ложные измышления я дал брал интервью репрессированы и записывал они тогда кандидаты наук это не было не было этого гонения когда я вернулся а сразу пошел нашел двоих здесь она была здесь кажется институте культуры а другая надежда ивановна медицинском ягода было или не было было так а вы же показали не было да еще не было то моего деда раскулачили да ты же говорила не было вам деньги заплатили за эту экспертизу не было разора страны не было насаждения атеизма разрушение храмов не было а я сознательно умышленно веря что того не было распространял заведомо ложное сведение так статья говорит 190 прим у к рсфср порочащие самую лучшую в мире партию самый лучший в мире строй 2 петра 2 12 они как бессловесные животные водимые природою рождены на уловление и истребление злословие то чего не понимает в растление своем истребятся луки 10 глава 15 стих и ты капернаум до неба вознесся да да не свергнешься так тут сейчас про нее про нее читать биография шишкина читать про них да маленько там это где на вот шишкина раиса владимировна 1924 года рождения кавычки открыты 1953 году меня вовлекли в группу и пх меня она не сама пришла вовлеки затащили меня арестовали и через месяц выпустили никого не выпустили ее выпустили 1981 году в барнауле и в тольменке мне говорили о лапкине что он хороший проповедник убедил меня чтобы иметь паспорт что это не грех вот вот тут со шесть интересы государства и о чем я проповедовал она получила паспорт у нее ничего не было тогда из кгб приехал беденко александр семёнович майор а потом он стал генерал-майором и говорит мы вам поможем там на базу там сарабрятся если надо чтобы их как-то то детей то чтобы отдали в школу ну что то за жизнь я говорю нет вы меня дорога столкнете все да вы что да так как вы ну я сказал так как бы шутейно с ним я в тесных отношениях не было только здравствуй и прощай я уже женщина пожилая не стала с ним связываться так как замечала что лапкин занимается темными в кавычках делами это другое уже до до нашей встречи я занимаюсь темными какими темными то вот это я мог бы не писать но у меня все обо мне самое плохое говорили неправильно я все поместил в эту книгу книга из документов 752 страницы какая газета пища там не говорят а кто-то к вам хорошо будет относиться когда враги что сказали вы печатаете напечатал в том что нач начал раздоров церкви что церковь ходить и не грех но свечи не из того воска сам ходит но у него псалмы какие-то баптистские лапкин является православным христианином но он старообрядец вот термописом старообрядцем а ходим в церковь прищищаемся мы тогда ходили то моих магнитных записях нет порочащего советскую власть покупала за цену чистой пленки за запись меня лапки ничего не брал архипелаг масонца 20 век трагедия я ничего об этом не слышала теперь что она слышала как вот она заложила всех священников записи есть у настоятеля войтовича о священника поддела у священника михаила во второго вообще удивительно не знаю продавал ли им а знала бы сказала бы но не знает проводил собрание разбирали евангелие но я не ходила к ним лапкина старалась не слушать так как молодости меня один такой привел теперь вот другой теперь другой еще общем между нами во первых нету а потом тот привел да ты-то палат какие показания на него дала то как его били после этого выколачивали чего не было то и так и забили мужика это мне говорят я чужих слов говорю а мне хочется спокойно пожить и слабкиным стараюсь не встречаться слово покойной жизни златоуз говорит смерти мало за это слово какой покой когда это жизнь такая допрос 2 16 апреля кавычки открыты лапкин человек такой что говорить умеет конечно а чё тут означает лд 48 тонн 3 это означает конечно деле в деле личное дело 48 когда да да я освободился реабилитированными мне могут даже до отдела и давали я все оттуда выписал дословно это не не я записал а там записано в деле какой то там написано лапкин человек такой что говорить умеет конечно он предложил мне помочь обустроиться и в квартире моей так я квартиру достала я теперь вы обустроиться мне помог кровать сделал и печку и печку печку сделать это еще игрушка печку сделал там уголь дрова все завезли вот лапкин вредный он такой от него не отстанешь но человек он какой-то навязчивый если с ним хорошо поговорить то потом уже от него трудно отделаться то суде какая бы нужна не была первым делом узнавал и старался ей помочь уже не отделался и я как раз она бардаж взял коробки какие-то у меня оставил с записями валю барышникова ко мне на квартиру по за валя барышникова у нас член общины сейчас здесь одно беспокойство мне у той негде было жить тоже приехала я говорю ты возьми одна комната у тебя еще что-то это на 62 дом 2 строительная 62 тоня в рубцовку уехала на месяц а пробыла три пленки увезли на никитина и кричку нового куда что кто увез это это еще нормально пленки которая изымала власть а написано там что златоуз жития библия вот она один она была прятаться мы не знали она всех распушила а тут она теперь у нее характер такой она там эти схемы на меня это в этом биографии надо вписать она в этом-то не покаялась мне покаяния не было были с женой кроме того лапкин меня оттолкнул сказал что сказал что псалтырь божья матерь не надо читать а это уже баптисты вот так псалтырь божья матерь еретическая она такая была и люди его считают баптистом а люди считают то как считает она это все рассказала и книги у него есть баптистки у меня же таких книг нет нету книги увидела у меня какие рогозина существует ли загробная жизнь даже старобрядцы издали ее переиздали общество эпоха в котором находилась шишкина рв было разгромлено так это я не знаю мои слова или щита это уже после это уже не ее слова не ее слова дальше их руководитель фоменко н был осужден на допросы хвост сильно избивали есть очень сильные подозрения что его в лагере убили по наводке органов подозрение членов этой группы и пх что их предала шишкина даже вполне имеет обоснования после прочтения протоколов ее допросов по делу лапкина вот она тут как раз это и говорит всех забрали а ее выпустили ну она такая грузная была я охота покой была сейчас она монахиня варвара вроде бы настоятельница одного из монастырей в то время я не знал это так и написал по делу фоменко пострадали многие совсем юная сестра барышниковой в вали барышников я не знаю как ее звать то ли лена то ли кто была завербована органами кгб органы за завербована вот как поселена в общежитии но они ее не оставляли в покое вскоре она отравилась отравилась выпила какое-то лекарство и умерла девушка лет 18 около 32 человек из этой группы и благодаря лапкину получили паспорта присоединились к м.п. и был признан их монашеский постриг сотрудник агб беденко а.с. ныне генерал в охране путина лапкин отзывается о нем хорошо даже предлагал забросить лапкина в краевноярский край к другой такой группе чтобы вернуть их к нормальной гражданской жизни но тот отказался опасаясь покушений со стороны кгб вот это я как раз хотел что-то не мог я найти сегодня где-то я это слушал я даже не могу сказать где осипов тут с одной женщиной беседует ну можно будет посмотреть об этом томасе возьми и вот он сидит как всегда кресло купа поднимать так но вот это вот никогда не допускаю надо чтоб спину не давила это для позвоночника полезно и женщина сидит нога за ногу вот так вот вот такие шпильки у ней грудь вот так открытая без платка она прямо перед ним сидит но это мог бы хотя бы хотя бы намек дал ей что еще что такая то и сам бритый в галстуке и он говорит я не я не мог так сказать точно например 50 раз сказал неправду скольких людей он перепортил сколько бреются как он масонский галстук на нем и вот он толкует что вот надо так там свободно это вы поглотили зарубежную церковь то зачем вот вам теперь отомстилось это отскочила украина и это не случайно это не без воли божии я не мог найти здесь его вопросы получит ли может быть нет это где-то он перед студентами говорит где-то не знаю почему без платка сидит там раскудлащенная женщина почему это нет то ли это самая последняя еще не выставили вы случайно увидели ли вам кто-то прислал а вы случайно увидели или кто-то прислал вам присылает мне мне прислали вот и правильно сказал это вот сюда надо посмотреть а вот ты посмотри где здесь где-то что-то такое должно быть вот сергея вот это не он для хотя сейчас посмотрю а нет это он про собак так ну а где дойдут этот я не знаю даже что-то такое изучение библии тут надо православные посмотреть может быть ездят я сегодня его слушал сорок одна минута кажется совести у человека маловато как можешь осуждать другого папа то другой у нас каждый священник папа как римский а вот они там это власть дак этой патриархии на каждом шагу нигде в канонах этого нет что был патриартом совершенно правильно но это без этого нет обязательно что кто-то крышевал вас или как иначе всех ты иначе то другое гнали гнали за рубеже а как согласились ими все сняли уже не раскольники лишь бы с нами были но тут серьезно потому что я глядел там много епископов и они там крестятся как попало сидят ничего нету я не найду это надо не сходу вот это ты летали может быть езды и сейчас еще коленников метали коленников мета ну и это значит нет времени найти все тогда да это я понял что вы женщина сидит вот так вот нога за ногу вот такие шпильки у нее волосы распущены и он сидит и оба в кресле наклоняться не надо в креслах даже это все кто любит мир и то что в мире в том нет любви очень а главное это сердце так это и сердце все исходит 80 лет скоблить себя скольких он разводил священников если пища соблазняет брата не буду есть мясо пить вина здесь только не брей не брей ты же преподаешь в академии как ты преподаешь когда бритый ты же ничего не можешь жития святых там и вставки сказать их за бороду казнили он не может сказать и библию не может он пропускает места все умеет оправдывать почему он много лет на этой фальшивой работе я посмотрел человек оба смерти совсем не думает и вот сегодня ну как то бы вывели на меня но я бы сказал вот здесь остановись сейчас кого ты судишь когда ты такой есть ты про себя рассказываешь хочешь другого уязвить упрекай своими грехами как достоевский говорит и женщина сидит накрашенная тут едва глаза разлипаются ну ходим счеты разговариваешься с ней никого не подобрали при том это какое-то sd называется sd то что самое вредное у меня ну досконально или еще там сообщение такое асд это еще такое ну-ка сейчас как раз я и тут найду может быть так sd православие так это у вас skype а там в skype ищите осипов надо еще написать будет осипов вы ищете это в skype а вам надо в интернете искать в интернете надо искать то ты прав еще были минутку там подержитесь маленькой не усните вот так sd до самой сути вот что назначает раскол осипов до самой сути ds вот это вот может быть к церкви можно что это ваше такое как вот сейчас скажи этот факт чем объяснить первое и посмотрите как они будут открыты такая что это православная мы к сожалению обращаем внимание на человеческие страсти знаете любопытно святые отцы все очень и церкви все священное предание все евангелие и он обращает больше всего внимания на сердце человеческое а сердце человеческом обреешься какое сердце то не любите мира не того что в мире в мире это принято они пристают чего бороду отпустил как тебя жена допускает это блудонейная ересь и он-то преподает студентам и сколько священников сейчас в россии таких все же он не борется с тем что крещение то нету мокрой пухлой ладошкой потной по голове все крещеный и деньги 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 он об этом не говорит он нападает сейчас на эти вот он как раз и на те страсти которые не дают покоя не отдельно лично а вот того времени какие сидят не не скрывать сначала рима и естественно всех подчиненных ему церквей вот они пока как крестятся посмотрите как и крестьян вот под бородой до плеща не один вот здесь вот рукой это патриарх это в стамбуле и об этом достаточно литературы очень много и убедительной литературы вот они сидят митрополиты бумажки теперь наблюдайте вот за ними как они крестятся так то что явилось причиной того времени не не скрываемая напротив объявляемые решительно вот посмотри вот какие у них каблуки здесь это дело то но ничего отверстия то нету д с дословно это это нет и не еще нельзя ничего сказать вот если бы он на меня его вывели я по пунктам его предложил все выступал я бы сказал все что говорил в отрицательном смысле это о себе говорил-то не о другом ну на этом все ладно главное что я показал сейчас еще дерну маленько заявляемое властолюбие рима выдал заднюю учителем и я умыл ноги вам так и вы поступает вот так что политическое причем учтите вообще я вам скажу эти претензии выглядят довольно смешно в каком отношении но почему кантинопольский патриарх обладал ну так такое что лет прерогативы только потому что личный столица но столицы это какое отношение к религии имеет смотреть на то как обожевать что сказал княгиня мария алексеевна это выступает гречёшь никто не сказал чтобы нога замок убрать даже мужчина житие святого арсения и то это неприлично ну хоть какое-то бы маленького в чем можно определить что она верующая ли как ничего нигде нету а человека же по одежке встречают а по уму тут вообще его говорить не надо просто прогнал бы раскол глазами профессор да какие глаза то человек который видит через призму остаться на месте сколько он перепортил сколько бракованных священников стали до 30 лет не положено а он же учил знать до 25 лет а все руку полагают и правила канон он говорит о них он их терзал всю жизнь вот передайте ему что я с удовольствием бы коснулся его но я думаю вряд ли он примет одно не брейся и сними галстук вот два момента он не сделает но соблазняет это людей это тысячи людей соблазняет он никогда этого не сделать почему в душу подписал в сатане или кому вот они вишка все сидят обязательно наклоняется никогда не допускаю чтобы спинку трогать это я уже слышал вот так все если есть и хотел бы попросить завершение нас смотрит очень много украинских верующих и они очень благодарны нам за то что мы к этим темам внимательно обсуждая сегодня побоюсь этого слова один из самых знаменитых богословов нашей страны самый заметный богословов богослов говорит богослов бог для слов и он сидит слушает он считает себя богословом когда монахи все у него это и сказали им жгут богослов его мнение и оценкам прислушиваются сотни тысяч и конечно в это непростое для нашей церкви время мы не могли не попросить его помочь нам дойти до самой сути как раз он помог вам никогда до этой сути уже не дойти вот прямо открыл бы евангелие библию еще он сидит без библии открыл бы и сказал вот писание говорит я не имею права вам говорить я являюсь соблазном для людей соблазном аксессуары масонство со всех сторон и он встанет когда у него видно последний пугов расстегнута это я устав и просчитал все на этом мании происходящего алексей ильич осипов осипов